В конце марта свой профессиональный праздник отмечают работники культуры. Этот день объединяет всех, кто выбрал в своей профессии творчество и вдохновение, кто не представляет своей жизни без общения с людьми, кто сохраняет и развивает культурное наследие нашей страны, прививает детям любовь к творчеству, открывает перед ними дверь в мир искусства. В день профессионального праздника в городском Доме культуры прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали всех талантливых, ярких, увлеченных творчеством земляков. В зале собрались ветераны отрасли, сотрудники музеев и библиотек, специалисты домов культуры, работники сельских клубов, кинотеатра, педагоги школ искусств, коллективы художественной самодеятельности. Я хочу вам сказать большое спасибо за ваш большой труд, потому что, наверное, благодаря вам мы мотивируемся для работы, мы вдохновляемся, мы отдыхаем, мы восстанавливаемся. И вот еще очень важная роль, наверное, работников культуры – это воспитание наших детей, воспитание нашего подрастающего поколения. Я считаю, что это очень важная отрасль. Хочу поздравить всех с праздником, пожелать, конечно же, мира, добра, благополучия. И отдельное спасибо, что вот, наверное, в год пандемии целый год вам приходилось работать онлайн. Вы перестроились, вы подстроились, вы трудились. И мы были рядом с вами и чувствовали отдыхание культуры, и мы были все вместе. Поэтому вам за это тоже большое спасибо. С праздником, дорогие друзья! Славянские работники отрасли культуры – это настоящие профессионалы своего дела, глубоко осознающие и чувствующие все прекрасное, наполняющие жизнь людей радостью и светом, и не представляющие себя без творчества. Сколько себя помню, Дом культуры всегда присутствовал в моей жизни. Даже работая в школе, 23 года я отработала в школе, проводила мероприятия, я посещала наш Дом культуры как член театра. Потом у меня был, далее был театр танца, мы танцевали с коллегами. Далее случилось так, что мне на несколько лет пришлось уйти из самодеятельности Дома культуры, но я туда вернулась уже к культорганизаторам, и на данный момент я поняла, что культура, работа культорганизатора – это то, что согревает мою душу работникам культуры. Дана возможность приносить людям радость. Работники культуры – это особые люди. Однажды выбрав профессию, они остаются верны ей до конца. Заслуженный работник культуры Кубани, дирижер Владислав Притчин в детской школе искусств отработал 60 лет. Открыв дверь в мир искусства сотня мальчишек и девчонок. О своей работе говорит – это моя жизнь. Мне вот сейчас 80 лет, я до сих пор во сне работаю. Во сне я дирижирую оркестром. Каждую неделю это как по графику. По инициативе главы района Романа Синеговского учреждена медаль за вклад в развитие культуры Славянского района. Эта награда – высшее признание профессиональных заслуг. В числе первых награжденных был и Владислав Притчин. Также высокой наградой удостоены Алексей Рябченко, Николай Шарыпов, Виктор Вайс и Антонида Демчук. Конечно, было очень приятно, что отмечен мой труд такой наградой. Ну, казалось бы, что я особого ничего в жизни не делала. Я была верна своей профессии. И мне повезло в жизни, что всегда вокруг меня были замечательные люди. Коллектив мой – это моя вторая семья. Коллектив, который Антонина Ивановна считает второй семьей, называется «Казачьи напевы». Создан он был в 1981 году. И вот уже 40 лет радует жителей нашего района и края своим творчеством. Коллектив собирает и сохраняет старинные кубанские обряды, а также поет только народные песни, которые бережно хранят и исполняют в первоначальном виде, не внося каких-либо изменений. Народная песня не терпит вмешательства и обработки, считает Антонина Ивановна. Ее придумал народ, а значит, она уже прекрасна. Народная песня одна и есть народная. Ее создавал народ. Там нет таких каких-то правил, поэты, допустим, в рифму и прочее. А народ как придумал, как создал, так и поет. И поэтому в каждой песне, каждая песня – это сама жизнь. Это кусочек жизни человека, напевная, красивая, она говорит о многом. Тут ее нужно слушать, тут ее нужно принимать, тут нужно ловить каждое слово. В Славянском районе много творческих коллективов с богатой историей. Один из них – вокально-инструментальный ансамбль «Шанс». Созданный более 20 лет назад, он по-прежнему старается держать руку на пульсе творческой жизни района. В репертуаре песни самых разных направлений, от патриотических до эстрадных. Поверь, мечтут, поверь, мечтут, поверь, мечтут на аре. Поверь, мечтут, поверь, мечтут, как на роду, у людей. Поверь, мечтут, как на жаду, поверь, когда-нибудь. Поверь, мечтут, поверь, мечтут, поверь, мечтут, и пусть. Сегодня ни один районный праздник не обходится без выступления «Виа Шанс». Зрители любят этот коллектив, а артисты отвечают взаимностью. Музыка – это душа. Работать музыкантом – это просто счастье. Поэтому уже даже вот это, скажем так, для нас наша работа – это счастье. Культура Славянский район, она всегда гремела. Ведущие коллективы, ритмы планеты, самородки, наш коллектив, вокально-инструментальный ансамбль «Шанс», комплимент. В общем, и многие-многие другие коллективы – это украшения нашего района. И, естественно, очень интересно, просто замечательно работать с такими людьми. В праздничные дни, когда все отдыхают, работники учреждений культуры работают. Вот и в свой профессиональный праздник артисты выступали на сцене, радуя коллег своим творчеством. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Всех собравшихся в зале с праздником поздравила начальник управления культуры Славянского района Галина Черноусова. Врачи лечат, преподаватели учат, сельское хозяйство кормит, промышленность одевает. А мы с вами дарим эмоции. Вот те эмоции, которые потом долго звучит музыка у человека. Он вспоминает книгу, он думает о картине, которую он увидел в музее. Спасибо за ваш труд, счастья и добра вам. Лучшие представители культурной отрасли района были отмечены благодарственными письмами и подарками от головы района. Четыре человека были удостоены особой награды. За большой вклад в развитие культуры и искусства Кубани, благодарностью губернатора Краснодарского края, был награжден заместитель начальника управления культуры Славянского района Дмитрий Решмет. Благодарственными письмами комитета законодательного собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи были отмечены Галина Черноусова, Роман Храмов, Николай Кияшко. Завершилось торжественное мероприятие исполнением песни, посвященной всем работникам отрасли культуры. ПЕСНЯ Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».